Со времени начала эпидемии Эболы в Африке прошёл год. Теперь в Гвинеи, Сьерра-Леоне и Либерии такая сцена – привычное явление. Медработники в защитных костюмах выносят из домов тела умерших. Люди лишены права хоронить своих родных самостоятельно. За время распространения Эбола забрала жизни более 10 тысяч 200 человек. Более 20 тысяч заразились лихорадкой. В то время как Либерия за год смогла практически полностью победить вирус, Гвинея и Сьерра-Леоне пока битву проигрывают. «Эбола продолжает угрожать экономике и жизням людей в Сьерра-Леоне. На кону будущее нашей страны и надежды наших детей». По данным Всемирной организации здравоохранения, в Либерии от Эболы скончалось 4283 человека, а Сьерра-Леоне – 3702. «Когда Эбола появилась в Кайлахуне, в Гвинее, в Либерии, правительство и люди были неподготовлены. У них не было ресурсов, не было персонала. У нас был всего один врач, который специализировался на вирусных заболеваниях». Хотя с началом 2015 года число новых случаев заболевания значительно сократилось, в Гвинее и Сьерра-Леоне заболевших по-прежнему много. Это означает, что там вряд ли смогут достичь поставленной цели – полностью справиться с вирусом до середины апреля. «Это было сложно. Было сложно видеть родственников умерших сьерра-леонцев, помещать их тела в мешки. И мне было очень жаль хоронить их таким образом. Но благодаря этому мы смогли взять ситуацию под контроль». Многие говорят, что причина в том, что как только число новых заболевших идёт на спад, медики и местные жители расслабляются, и Эбола снова отвоёвывает прежние позиции. Кроме того, мешают и укоренившиеся традиции. Во многих районах люди не могут принять жёсткие правила для похорон, в частности, запрет на то, чтобы целовать тело покойника перед погребением. А некоторые сообщества и вовсе атакуют медицинский персонал, считая, что это он пытается заразить людей. Несколько медработников в Гвинеи погибли в результате таких нападений. Президент Сьерра-Леоне объявил, что на этой неделе людям запретят выходить из домов в районах, где лихорадка распространяется наиболее интенсивно. Кроме того, военные будут обходить дома в поисках заболевших. Предыдущий подобный запрет в сентябре прошлого года помог обнаружить около ста больных. На данный момент главным приоритетом для властей остаётся борьба с самовольными захоронениями без соблюдения норм безопасности. Некоторые аналитики говорят, что значительно сократить число заболевших удастся только к концу текущего года.